Уважаемые коллеги, мы начинаем наш четвертый уже открытый семинар, посвященный памяти Евгения Николаевича Грефса. И в общем, это уже действительно становится традицией. Очень приятно приветствовать и сотрудников нашего института, и наших гостей. И тема у нас сегодня очень актуальна, полностью соответствующая и профилю нашего института, и вообще мыслям и чаяниям всех биологов. Это все, что касается эволюции. И действительно, те представления, которые были в эволюции до сих пор, они сейчас очень серьезные, потерпевают изменения. Причем это касается не только эволюции эл-калиота, о которой сегодня пойдет речь, но и в плане эволюции про-калиот. В общем, выясняется, что как вот сигналчик, да, человек, который занимается сигнальными системами, могу сказать, что у про-калиот есть все модели сигнальные, которые потом появляются у эл-калиот. И вообще представление о том, что бактерии более примитивны с точки зрения хемокоммуникации, но такое представление сейчас уже не выдерживает никакой критики. Ну а эл-калиот тут общая картинка, конечно, очень сложная. И вот сегодня выдающийся специалист из Санкт-Петербургского университета, профессор, доктор биологических наук, заведующий капиталой зоологии беспозвоночных, Андрей Игоревич Горнович, нам раскроет многие тайны, которые действительно нам, наверное, еще предстоит в будущем решать многие-многие годы. И очень приятно, что здесь есть и молодое поколение, которое как раз на свои плечи должно завалить решение всех этих тайн. Пожалуйста, Андрей Игоревич. Спасибо большое. Коллеги, спасибо, во-первых, институту за то, что меня пригласили на семинар. К стыду своему я первый раз в институте, хотя мы взаимодействуем и студентов вам готовим. В общем, нужно встречаться чаще, вероятно. Второе. Здесь сейчас были слова про эволюцию, про механизмы эволюции. Я бы, может быть, рассказал в другой раз, потому что сегодня, хотя, конечно, тема касается эволюции, но, честно говоря, вопрос будет обсуждаться скорее такой систематико-таксономической. Как мы понимаем окружающее разнообразие. Не как оно становилось в процессе там, но вот как мы его понимаем. И я не знаю, если здесь есть студенты, которые проходили мой курс последние 15 лет, то, наверное, эти студенты есть такие? Ой, мне уже страшно. Значит, коллеги, если вы его проходили давно, мой курс, то вы услышите что-то новое. Но принципиально, принципиально вы, наверное, знаете эту карту. На самом деле, та тема, о которой я бы хотел говорить, она касается нас, старшего поколения. То поколение, которое учили совсем по-другому. И некоторые из нас до сих пор даже не подозревают, что какая-то революция произошла. Ну да, мы специализируемся в разные стороны, мы работаем со своим объектом. А вот тут оно такое случилось. Ну давайте обо всем по порядку. Я не знаю, сколько займет время, я постараюсь где-нибудь в час уложиться, а может быть быстрее. И попрошу аудиторию в интерактивном режиме, что-то непонятно, сразу спрашивайте. Я так и лекции читаю, и мне так проще. Это как бы некий контакт. Хорошо? Все, договорились. Итак, первая часть моего выступления, она историческая. Она может показаться скучной, но мы же говорим о революции. Наверное, все или большинство из вас читали книжку Томаса Куна о структуре научных революций. Я буду пользоваться и словом революции термином, и термином парадигма тоже, который нам от Куна достался. И для меня сейчас очень важно будет, прежде чем я расскажу, что случилось в последние годы, рассказать, как формировалась та парадигма, в которой мы, старшее поколение, живем до сих пор, на самом деле. Нам очень трудно голову перестроить свою. Ну и как прилично начинать историческую часть. С чего ее прилично начинать? Все, наверное, знают, что ее прилично начинать с Аристотеля. И это не фигуры речи здесь, поскольку именно Аристотель акцентированно обратил внимание первой на певоразнообразие. И здесь, именно его наблюдениями, мы имеем первые два признака. Неподвижность, подвижность. Появляются растения неподвижные, животные подвижные. И это 350-й год до нашей эры. А дальше мы делаем прыжок с вами через два тысячелетия, поскольку авторитет Аристотеля. И, в общем-то, отсутствие какой-то базы, расширяющей наши представления о живом, привело к тому, что очень стойкими оказались, ну, вообще-то хватает, да, нам растения, животные, что нам еще нужно. Дальше я перехожу сразу, смотрите, 18-й век, появление представлений о системе. О системе, вот, так сказать, Карл Линей, который тогда привнес представление о иерархической системе таксонов, потом, сегодня же, может быть, мы узнаем, что эти представления замечательные. Опять же, мы на них учились. Они, к сожалению, в начале 21-го века практически прекратили свое существование. Но пока, пока я выстраиваю вот эту вот парадигму, которая должна сформироваться к середине 20-го века. Итак, значит, вот здесь у меня, ну, как бы, вот, тематическая такая линия, растения подвижны, неподвижны. Это замечательно вкладывается в два царства, которые установил Линей. Ну, вы помните, что Линей придумал не все таксономические категории. Кювье дополнило еще семейство тип, да, что было тоже очень важно. Но, тем не менее, идея была именно здесь. Параллельно, даже чуть раньше, происходят события, которые позволяют мне подключить еще одну линию рассмотрения. Так, в конце 17-го века человечество увидело создания, которых раньше никогда не видело. Это одноклеточные создания, и причем сразу, одновременно там увидели и бактерии, увидели и протистов. И все это Энтони Ван Левенгук назвал анималькуля-инфузория. Кстати говоря, анималькуля, то есть зверушки, не растежки какие-то, да, не растения маленькие, зверушки. Почему? Подвижные, да, аристотелевская идет логика здесь. Анималькуля-инфузория, и вы помните, что вот здесь начинается переписка Левенгука с королевским обществом ломбанским. И первое описание вот этого одноклеточного создания это описание инфузории было, да, инфузории Сувойки. Ну и дальше, как снежный ком нарастает описание различных различных, все, мы поняли, что существует некий другой мир. Безусловно, я не могу пройти, вот когда говорю о формировании парадигмы, мимо формирования понимания клеточной теории, да, и поэтому у меня здесь Теодор Шванг присутствует, и вот этот кружочек, которым я маркирую появление этих представлений, он как бы сшивает вот эти две линии. Мы знаем об одноклеточных мелких созданиях, но мы понимаем, что и наши растения и животные, они тоже имеют клеточную структуру. Прекрасно. В середине примерно XIX века уже появляются атласы, которые прекрасные совершенно, которые дают нам разнообразие одноклеточных существ. существ, описано много видов, и появляется понимание, причем оно появляется параллельно у нескольких исследователей, понимание того, что ну как-то вот не вписывается в наше представление о двух царствах растения, животных и животные, вот это разнообразие этих мелких существ. Впервые звучит слово, ну вначале, правда, протоктиста, за хоком предложено в 60-м году, не прижилось. И предложено уже Хекелем выделить отдельное царство протиста. Куда сгруппировать, ну, известных нам одноклеточных существ. Правда, там не только, там губки тоже у него были, но неважно, сама идея. Эта идея долго не существовала, нет, как идея она существовала очень долго, мы к ней вернемся, но как официальное выделение вот такого царства, это была не самая удачная идея, она просто опередила сильно свое время, поэтому Гекель даже в своих более поздних работах, он отказался от выделения этого царства, но мы это запомним ему. Обязательно нужно вспомнить, мы уже вот где-то в 19-м веке, конечно, работы Пфефера, потому что они прекрасно уложились в то, что мы уже имеем растение неподвижно, выделили царство растения автотрофы, это именно Пфефера термины, автотрофы, гетеротрофы. И у нас появились два определения для представителей вот этих двух царств, подвижные гетеротрофы и неподвижные автотрофы. Это все единая система взглядов, я имею в виду. И 19-й век принес еще одно, он привнес некий стержень. Мы с этим стержнем живем до сих пор, сейчас покажу о чем, о чем я, что я имею в виду. Система представлений наших биологических, она имеет некий осевой скелет, такую вот основу, да. Это основа эволюционное мировоззрение. Естественно, в системе вот этих представлений, вот этой красной стрелкой, я еще обвел жирно-красным, чтобы вы понимали, это основа теперь, теперь, после появления происхождения вид, на самом деле, эволюционные взгляды, конечно, высказывались и раньше. Дарвин высказал достаточно такую механистичную идею естественного отбора, но она была очень понятна. И самое главное, что она была принята. Вот эта идея разошлась в массы, она до сих пор давлеет над нами еще, но самое главное, что дальше все наши представления о биоразнообразии теперь воспринимаются под другим углом. Вот и примерно вот с этого момента, вот примерно с этого момента. Теперь любая трактовка биоразнообразия, мы говорим филогения. И мы от этого не избавились до сих пор. Мы это вот до сих пор так и говорим. И до сих пор строим филогений. Значит, будем помнить, что теперь мы вот с этой красной стрелочкой живем. Дальше что с ней будет, дальше не знаю, но могу как-то там предсказывать. Следующий пункт, остановочку небольшую, который я хотел бы сделать, это выделение, формулировка понятия прокариоты и эукариоты. Здесь я должен вспомнить Эдуарда Шартона, который в 1925 году еще высказал вот эти вот термины, а в 1937 уже, ведь это было опубликовано и в общем достаточно быстро принято. Почему? Да потому что посмотрите на эту мою стрелку, вообще-то с бактериями, с прокариотами мы работаем, мы человечество. Мы их увидели практически с первыми наблюдениями Левенгука, затем мы их исследовали и только понимание, да, что в биоразнообразии существуют вот такие два подмножества, вот это заслуга, конечно, заслуга Шатона, мы это возьмем, тоже примем во внимание и в нашей, знаете, что я тут строю с этими стрелочками? Это наш парадигма. Парадигма – это система взглядов, взаимонепротиворечивых, которые, ну, в данный момент, в данной науке присутствуют, да, и принимаются. Иногда парадигма трещит по швам, и тогда наступает, как вы помните, ну, предреволюционная ситуация. Пока я только строю эту парадигму. Ну и, наконец, чтобы уже закончить с исторической частью, конечно, я должен вспомнить Роберта Витакера. Сначала, с одной точки зрения, с точки зрения того, что он легализовал и ввел в обиход царство грибы. Конечно, вы мне можете сказать, грибы-то давно известны, но сначала растения, да, однако еще в 1829 году первое первое соображение было, что, а может быть, это что-то более крупное, более существенное. А вот здесь вот, вот здесь вот, я просто перечислил людей, которые открыто и четко предлагали выделять грибы как отдельное царство живого. Но, вот опять, как бывает в природе, то Дарвина высказывалось много эволюционных гипотез, но проникнуться эволюционизмом люди решили вот только после выхода его книги. Здесь тоже, здесь тоже, почему-то нужно было слово Витакера и его система для того, чтобы грибы вошли как отдельное царство в школьную программу. Ну вот, и теперь, собственно, мы переходим, собственно, мы никуда не переходим от Витакера, потому что здесь я показываю его эволюционное построение, и я думаю, что старшая часть нашей аудитории с удовольствием сейчас смотрит на экран, поскольку нас так учили, нас так учили в школе, нас учили в университете, показывая вот это вот древо Витакера. 69-й год. Здесь нужно немножечко сказать отдельно. Пятицарственная система живого. Здесь, правда, есть и прокариоты, о которых я сегодня буду мало говорить, но здесь есть и то, что нас интересует в первую очередь. Да, это вот разнообразие, разнообразие эукариот. Ну хорошо, четырехцарственная здесь система эукариот. 69-й год, и сейчас, спрашивая студентов, первокурсников, как вас учат в школе, я слышу ответ. Мы изучаем царство грибов, растений, животных. Все. Здесь есть еще протисты. Вспомните Геккелевское царство протистов, выделяемое. Вот оно здесь реализовалось в этой системе. Но в школе об этом обычно не говорят. Вот это вот задержка представлений от научной публикации до школьной программы. Мы видим, что 50 лет это нормально. Это нормально. Значит, приятное дерево. Почему? Ну, во-первых, потому что оно дерево. Потому что это некое представление эволюции. И я вам говорил, да, теперь мы любое разнообразие будем воспринимать в соответствии с нашей парадигмой, как некие эволюционные ряды. Значит, есть достаточно хорошо обособленные царства эукариот, вот они, анималия, фунги, планта. Это еще аристотелевские, на самом деле, построения, не за исключением грибов, да, которые дошли до нас, вплелись в нашу парадигму. Появилось нечто новое. Мы сформировали некую группу вот здесь вот в основании, назвали ее протистами и смотрим на ее разнообразие. Здесь одноклеточные гетеротрофы. Ну что, будем считать, что это предки многоклеточных? По крайней мере, это дерево примерно об этом говорит. Есть автотрофы одноклеточные, возможно, это предки растений. Но есть и довольно большое количество примитивных грибообразных организмов, которые, возможно, дают начало уже высшим грибам. Вот такая трактовка предлагается. Почему же все-таки Витакер решил ограничить вот это основание и назвать это протистом? Какие тут основания есть? Почему это можно сделать, если вообще, строго говоря, с точки зрения филогении этого делать нельзя? Мы объединяем организмы, которые вообще-то, тут стрелочками, извините, показаны, это разные ветви. Витакер объединяет эти организмы по одной причине. Он говорит, что это некий уровень организации. Это клеточный уровень организации. А на этом уровне совсем другие законы работают. Ну, вся эволюция за счет ордоноидов, за счет содержимого клетки, и мы знаем, что действительно протисты умеют делать со своей клеткой такое, что многоклеточный организм не сможет сделать. А ему это не надо, он будет дифференцировать свои клетки. Вот два как бы направления эволюции. Но в этой схеме есть вот эта некоторая нестыковка получается. В каждой парадигме есть нестыковки. Это когда их становится очень много, мы задумываемся о научной революции. Но пока это нестыковочка. А есть еще нестыковочки. Ну, вот здесь есть эвгленофита, да, автотрофные одноклеточные организмы, но среди эвгленофита много гидротрофов. Есть внутри одного рода автотрофные и гидротрофные. Мы говорим, закроем глаза на это. Или Аристотель не прав. Понимаете? На кону Аристотель. Вот. Если мы отказываемся от этого, то мы вот на две тысячи лет эти представления будем менять. Ну и много тут чего еще вот такого. Ну, хорошо. Как обобщение, эта система, да, кстати, доказала свою жизнеспособность. Вот мы ее принимаем и тут у меня даже, по-моему, ага, вот это чтобы все осознали. Осознали, где находятся эти протисты. Знаете, почему я так их сейчас подчеркиваю? Потому что именно вот эта группа, причина того, что будет происходить с системой дальше. Мы сейчас с вами постепенно будем взрывать это основание. И все полетит в разные стороны. В этой системе протозоа, который еще Бючери в 19 веке как группу выделил, да, и токсономию протозоа составил, есть. Есть и протофита. Протофунги термин не прижился, хотя по логике вещей они тут тоже есть. Ну, вот это структура биоразнообразия, к которой, я надеюсь, все привыкли. Она мила нашему сердцу, правда? Хорошая такая, домашняя. Хорошая. Я хотел подчеркнуть вот этой картинкой, как наше биоразнообразие на Земле не филогенетически, да, по макротаксонам, а по количеству видов распределяется. Многие забывают, да, что при всем этом, вот отсюда, вот досюда, это все животные. В старом понимании этого слова. Животные. Ну, вот эта вот часть биоразнообразия огромная. Почему их так много? Здесь это тоже видно. Потому что вот отсюда, вот досюда, это чемнистоногие. Вот такие вклады, да, совершенно неравные. Об этом надо помнить, да, что наши группы, они совершенно неравные вклады носят. Вот небольшая группа протозо, грибы, растения здесь у меня без разбивки на одноклеточные, многоклеточные, вот этот вот сектор. Вот это, с этим мы имеем дело. И с этим мы подошли, с этими представлениями мы подошли где-то к рубежу 70-х годов 20-го века. Вот вся наша парадигма здесь изображена, вся история. В это время методы электронной микроскопии становятся рутинными. Они впервые появились, там еще, ну, первые работы такие уже качественные в 50-х годах. Соответственно, 60-е годы, это уже начинается подъем, это уже много электронной микроскопии. Что такое электронная микроскопия для нас? Это углубление вот в эту группу одноклеточных организмов. Это удивление, прежде всего, ого, а клетки-то такие разные. А можем ли мы их так классифицировать? Мы видим только на ультраструктуре, на электронограммах. Абсолютно разные. А это вообще одно и то же, или это, может быть, разные какие-то направления? Это время начала применения, рутинного применения уже методов молекулярного анализа. И рука об руку идущие развитие компьютерных алгоритмов и анализа массивов данных. Сначала мы умеем анализировать небольшие кусочки ДНК и небольшое разнообразие генов. Потом мы все больше и больше направляемся в сторону уже геномного анализа. Но это потом. А сейчас, вот в это время, мы видим, что появляется в связи с электронной микроскопией, в связи с молекулярными анализами, появляется огромное количество статей, работ, которые пытаются новыми методами поверить вот это самое знакомое нам теперь уже разнообразие. И вам, конечно, здесь не видно, но вот названия этих работ, они говорят о том, что а сколько царств? Семь или девять, или сорок пять, или восемнадцать. В некоторых работах здесь сказано царств вообще, а в некоторых работах сказано царств протистов. И это не случайно, да, поскольку основное разнообразие эти методы вскрывают. Именно вот в этой самой группе протистов. Вот одна из картинок из работы Лидула «18 царств Эукариота». Самое печальное вот в этот период, вот уже после 70-го года, что эти работы, они друг другу противоречат. И даже один автор, вот здесь три работы Томаса Кавалье Смита, он в Оксфорде работает, и очень любит, и так далее, и до сих пор любит вот такие макротаксономические работы. Вот у Кавалье Смита иногда выходило по две работы в год, в феврале, например, там и в ноябре, и они абсолютно друг с другом не дружили. Это были совершенно разные системы. Вот это я назвал период безвремени, когда вообще-то мы поняли, что системы-то у нас никакой нет. У нас нет ни грибов, ни животных, ни растений. У нас есть какое-то через полосице. Да, мы применили молекулярку, да, мы применили электронный микроскоп, но от этого стало очень плохо. Таксономисту стало очень плохо, систематику. И эволюционисту тоже, между прочим. Если можно, у меня один слайд проскакивает, а мне хотелось бы об этом очень сказать. Почему-то. После него, да. Нет? Ладно, скажу без него, без, к сожалению. Значит, я бы хотел сказать, что в 1977-й год выходит такая основополагающая работа Карла Вёза. И эта работа, пожалуй, первая, которая вскрыла некие существенные, существенные закономерности в биоразнообразии. Карл Вёза вообще, он физик по образованию, но так ко времени пришлось. Он так хотел поверить биоразнообразие каким-то стандартным методам. И как раз к этому времени стало возможно анализировать некоторые гены. Ну, прежде всего, конечно, малую субъединицу гена рибосомальная РНК. И такой масштабный анализ, пожалуй, им первым был проведен. И, ну, я надеюсь, что вы знаете эту работу, да. Эта работа, прежде всего, показала наличие еще одной крупной, крупнейшей группировки среди прокариотов. Это открытие археи. Да, такой метод он позволит. Грубый метод, на самом деле, это всего один ген, на самом деле, участок этого гена. И мы уже получили это самое, как бы, новое царство, археи. Я сегодня про прокариот стараюсь не говорить, но это очень важно. А второе, вот жалко, что нет картинки, потому что там, на этом дереве, изображены также эокариотные организмы. И об этом часто не говорят все. Так, ой, археи, он открыл археи, как здорово, да. А если посмотреть внимательно на вот этот вот кусочек эокариотный, то там видна странная картина. Там видно, что из одной точки вот так вот расходятся грибы, растения и животные, а дальше сильно отстоят ветви типа инфузории, там какие-то жгутиконосцы одни, микроспоридии. То есть получается, что даже вот в соответствии с деревом Вёза, эокариотное разнообразие устроено не так, как мы это предполагали раньше. Ну ладно, дерево почему-то съелось, но я постарался вам рассказать про эту работу. Значит, теперь я беру на себя, да, управление, 2000 год, по-моему, в 2001 году я впервые был выпинан читать общий курс зоологии в университете у нас. Там молодой заведующий пришел, значит, он должен читать. И тогда это был курс зоологии беспозвоночных, он содержал и протистов, естественно, и многоклеточных, а у нас на кафедре было две группировки, потому что никто не знал, что рассказывать студентам. В 2000 году никто не знал, какая система должна прозвучать в университетском курсе. Значит, одна группировка у нас была консервативная и предлагала протозова использовать название и, соответственно, старую номенклатуру таксонов протозова. Другая группировка, которая смотрела вперед, студентов не жалела и говорила, что нужно им давать побольше, побольше, у них голова свежая, они все выдержат, это нам плохо, а им-то получше. Поскольку я все-таки принадлежал к этой второй группировке, я следил внимательно на тем, что проявляется. А появилось первое, то, что заслужило его внимания, как раз в районе 2000 года. Я нарисовал здесь этот цветочек, мы к нему чуть позже вернемся еще. А я хочу показать вот эту работу. Это работа Сандры Балдау, как раз она вышла в 2000 году и она обрисовала контур некой совсем новой системы. Почему до этого, до Сандры Балдау не получалось с применением молекулярки что-то получить стабильнее? У Сандры получилось. Ну просто посмотрите, настало время, когда она смогла одновременно анализировать и малую субъединицу рибосомальные, и ген тубулина, и бета-тубулина, актина, и катифактор релангации. Это все вместе в одном дереве было. И вот когда мы до этого дошли, вдруг проявилась некая устойчивость. Устойчивость. Устойчивость, она не скажет, что была приятна для нас, потому что она совершенно новая. Но посмотрите, что это за устойчивость. Вот это мы с вами, метазо, да, и обнаружить рядом с собой грибы, а еще вот здесь микроспориди. Помните, кто такие микроспориди? Специализированные одноклеточные паразиты, которые вообще вне клетки-то функционировать не могут. Внутриклеточные паразиты, ну, грибоподобные. И вот это одноклада, да еще и как названо, апистаконта. Вообще надо вам сказать, что появление новых клад, в основном, оно было спровоцировано молекулярным применением молекулярных методов. Поэтому, как их назовешь? Ну, вот как назовешь выделяемую кладу? Что у них в такой-то позиции, такое-то там основание заменено? Ну, вот, нашелся признак апистаконта. Мы с вами стали заднежбутиковыми. Поскольку у всех этих организмов, если есть жбутиковая стадия, то вот оказалось так, да, что он в задней части клетки. Выделяются амебы. Они важные стали. Смотрите, амебы, они на уровне вот всех этих апистаконтов. Ну, слава богу, растения. Гетераконта. Здесь они немного проанализируют. На самом деле, огромное разнообразие организмов, и фотосинтезирующих, и нефотосинтезирующих. Но я покажу, что это за группировка. Альвеолята. Пожалуй, одна из немногих групп, где нашелся морфологический признак их объединяющих. Это альвеолярный тип пеликулы. И здесь инфузории наши знакомые, да, и здесь опять паразиты какие-то. В общем, вот такой винегрет, из которого молекулярная филогения начинает выращивать какие-то достаточно устойчивые ветви. Ну, и вот эти вот дисцепрестатные, что почему-то дипломонадиды здесь отвалились. Это жгутиконосцы тоже дипломонады. Но, повторяю, это вот первая работа, которая показала контуры, пока это еще не системы, контуры того, что будет прорисовываться. И очень отрадно, что в следующие пять лет появляющиеся работы, они только подтверждали. Да, биоразнообразие устроено принципиально вот таким способом. Подтверждали исследуя разные участки генома, разные гены. Увеличилась продолжительность, да, сиквенсов, которые исследовали. Но, в общем, принципиально картина оставалась такой. И в 2005 году, это когда я уже со спокойной совестью вошел в аудиторию, вышла статья Адлеса авторами. Дело в том, что вот те люди, которые занимаются вот макросистемой, они работают таким образом. Ну, есть некий лидер, в данном случае это Сина Адлес. И он собирает всех специалистов по всем-всем группам. И раз примерно в 5-7 лет они выпускают такую большущую статью, в которой прописывают представление о макросистеме на сегодняшний день. И вот в 2005 году как раз вот эта статья Сина Адлес вышла, по-моему, да, вот я здесь ее тоже привел. Ну, для меня здесь отрадно, что два члена моей кафедры здесь тоже вошли, как главные, конечно, специалисты по своим группам протистов. И вот теперь вот здесь вот вы можете... Я не зря рисовал этот цветочек тогда, как свет в конце туннеля. Вот это группы, которые получили устойчивое и наименование, и, в общем, более-менее устойчивое содержание. Теперь можете переучиваться с растений и животных на архипластиды, апистакон, амебозои и так далее. Вам что-нибудь говорят эти названия? Не очень. Я сейчас проиллюстрирую, постараюсь побыстрее. Если устанете, скажите, можно будет перерываться. Не надо? Хорошо. Значит, вот с 2005 года я вхожу в аудиторию, у меня в руке может быть статья Адле, как такая индульгенция, да, все, у нас система у нас есть уже, она появилась. И вот теперь мы будем гадать на этом цветочке. Тут у меня 8 лепесточков, и гадание будет происходить следующим образом. Отрываем. Отрываем лепесточек архипластида. Значит, это, ну, вы видите, что здесь харовые, красные водоросли и все зеленые растения. Название архипластида, конечно, тянется из симбиогенетической гипотезы. Якобы первичный, первичный эндосимбиоз сформировал вот эту самую представитель, ну, предков представителей этой группы. Вот они все здесь. Другая крупная группа, Резария. Вот сразу хочу сказать, у нас были царства, правда? А теперь о царствах как-то говорить неприлично. Ну, не хочется, да, в данном случае, потому что мы сейчас строим что-то совсем новое. Вот потом еще сравним, что такое царство раньше и что... О чем мы здесь говорим? Ну, вот некие домены эволюционные. Вот я их представляю. Итак, Резария. Организмы с длинными псевдоподиями. Вот филозная амеба из циркозоя. Знакомые вам фораминиферы. У них гранулы теплоходии. Тоже такой длинный вырост и формируют. Ну, радиолярий. Там очень красивые создания. Смотрит клеточным скелетом. И здесь я не показал еще десяток других, более мелких групп, которые относятся к Резарии. Название Резарии – способность формировать вот эти длинные цитоплазматические выросты. Давайте дальше пойдем. Группировка, которая с самого начала не вызывала никакого восторга. Но поскольку девать некуда было и группу криптофитовых, и группу гаптофитовых. Их по нескольким не очень очевидным признакам морфологическим объединили вместе и сделали такое, ну, сказать, неэлегантное название хакробия. Хаптофита-криптофита. Потом мы увидим с вами, что правильно относились плохо к этой группе хакробия. Она оказалась не совсем естественной. А вот замечательная группа, она точно естественная. Это альвеолято. Здесь и линия, которая, наверное, сотни миллионов лет эволюционировала как паразитические создания. И Григорина, и кокцидии здесь. Здесь и инфузории, которые дают нам, ну, фантастическую сложность в организации клетки. Это даже не клетка, это уже что-то надклеточного уровня по сложности организации. Ну и здесь динафитовые тоже, которые тоже довольно сложно, кстати, устроены. Выделение этой группы как раз, ну, наиболее понятно. Давайте дальше посмотрим. Гетераконта. Иначе их еще называют строминопилы. Строминус – это соломенный. Соломенный. Но это отсылка к цвету пигментов, которые есть у некоторых представителей этих самых строминопил или гетераконтов. А само название гетераконта, оно свидетельствует о том, что все представители, если есть жгутиковая стадия, вот эта жгутиковая стадия имеет жгутик с двумя совершенно, имеет жгутиковый аппарат с двумя совершенно разно устроенными жгутами. Гетераконт. Вот. И здесь, здесь и аполиновые, многожгутиковые создания гетеротрофы. Здесь и бывшие примитивные грибы омикота. Здесь лабиринтулы. Вообще странные создания, клетки которых плавают в трубках в своей же цитоплазму. Ну, если интересно, я потом могу рассказать, как они это делают. Но сейчас не об этом. Но здесь знакомые группы и хризофитовые, и феофитовые, которые, смотрите, феофитовые, они же почти на многоклеточный уровень выходят. Ну, и диатомовые водоросли, и некоторые другие группы. Группа экскавата. Первый взгляд на нее тоже вызывает оторопь. Потому что здесь, ну, Евглену-то все знают жгутиконосец. А вместе с Евгленой еще ее родственники, кинетопластиды, паразитические жгутиконосцы, их тоже очень много. Но здесь вдруг гетеролобозная амеба, которая амеба-амеба. Настоящая такая. Здесь же трихомонады и гипермастигины, которые амитохондриальные протисты, и тоже комминсалы или паразиты. Вот такая группировка. Называется это все, чтобы вам было интереснее еще. Экскавата. И называется только потому, что впервые был описан базовый вид этой группы, свободно живущий маленький жгутиконосец, который на дне находится. Вот так вот сидит там, а у него здесь такая выемка. И в этой выемке жгут работает. И вот этот жгут, он поднимает частички вот туда, к цитостому. И вот поэтому экскавата. Какое имеет отношение экскавата к этой гетеролобозной амебе или к этой вглине, ну это все вот, это издержки революционного периода. Тем не менее, название прижилось, экскавата пока. Так, еще два лепесточка осталось. Амебазо. Здесь все в общем более-менее просто. Удивление только, что амебы такой высокий ранг имеют. Но сюда же попали миксомицеты, которые бывшие примитивные грибы. А это, оказывается, по молекулярным признакам в чистую амебоидные организмы. И апистаконта. Ну так, чтобы вы хорошо свою компанию прочувствовали, внимательно посмотрите на эту картинку. Я здесь привел не всех представителей апистаконта, конечно. Но самых для вас, может быть, приятных. Ну, базидиомицеты, аскомицеты, вот микроспоридии, да, одноклеточные совсем. Но здесь есть и свободно живущий эжботиконосцы. Ханазо, пожалуйста. Ну да, мы с вами тоже тут. Вот это парад Оле. Восьми направлений, которые прорисовались очень четко. Вот здесь я привожу картинку из трехтомника протисты, которую наши коллеги, ну, кафедралы наши создавали. Вот здесь есть все эти направления. Хочу только обратить внимание, опять же, на величину вот этих вот шариков, которые здесь есть. Это дополнительная информация для нас. Величина этого шарика, количество видов в этом таксоне. Ну, давайте мы себя найдем, что ли. Мы же себя любим искать. Вот, метазо. А еще большие шарики есть. Эмбриофита, высшие растения. Грибы, конечно. Ну, в общем, больше то мы тут таких серьезных не обнаружим. Здесь действительно вот в этих группах основное видовое разнообразие. Видовое, но не макротоксономическое. Так, и да, здесь я с полным правом пишу, у нас есть новая система. Она относительно устойчива, она существует, и мы теперь живем более или менее спокойно. Что это за система? Ну, прежде всего, все разнообразие в акариот вот в этих нескольких доменах располагается. Причем мы действительно продолжаем верить, что мы должны строить филогенетическую систему. Поэтому мы немножко печалимся, потому что взаимодействия, отношения между этими доменами мы не знаем. И на тот момент, о котором я говорю, мы его не знали вообще. Может быть, за исключением одного. Вот посмотрите сюда внимательно. Видите, вот эта сцепочка. Вот она. Вот эти вот три крупные таксона, возможно и вероятно, сейчас уже можно сказать, они представляют собой единое направление эволюционное. И, опять же, чтобы всем было проще, это эволюционное направление получило название САР. Почему САР? Очень просто. Строминопила, аргиолята, резария, САР. И это официальное совершенно, я говорю об официальных названиях. Вот, значит, филогенетические связи пока видны слабо. Что мы раньше называли царствами? Какие-то осколки, раз, два, три. Какие-то осколки крупных новых доменов. Можно ли назвать эти домены царством? Не стоит. Не стоит еще и с той точки зрения, что вообще само понятие царства и вот эта вот таксономия, именованная, она к этому моменту уже не применялась просто. Я еще дойду до этого. Значит, имеются масштабные параллелизмы. Хотя бы потому, ну вот я сейчас самые простые параллелизмы покажу. Вот гетеротрофы. Вот они распределены по нашим доменам. Синие экляксы – это гетеротрофы. Они есть везде, кроме архипластик, пожалуй. А вот автотрофы. Они есть в большинстве доменов. А я напомню, что это основные признаки, которые выделяли раньше растения, животные, там, грибы. А вот сами грибы. Вот так их представляли раньше разнообразие, а вот так они разошлись. Что это как не проявление в разных доменах неких параллельных тенденций в развитии. Я говорю только о самом крупном, конечно, сейчас. Да, к сожалению, у меня опять там какой-то слайд пропустился, поэтому еще одна небольшая остановка и говорю словами. В начале 21 века, вот когда мы увидели, наконец, новую систему, произошло то же событие, которое революцией тоже можно назвать. Но все его восприняли как-то относительно равнодушно, кроме студентов. Событие это называется гибель линеевской системы. Ее перестали применять как раз с начала нулевых. И все работы таксономические, любые, кроме, может быть, учебных, сейчас они лишены линеевских категорий, а являются просто иерархическим соподчинением таксонов. Вот эти вот работы Адлеса с компанией, да, это бесконечное количество точечек соподчиненных. Таксон такой-то, соподчиненный таксон такой-то. Линеевская система оказалась неспособной вместить в себя все вот эти вот ветвления, да, все многочисленные вот эти вот деревья, которые нам выдает молекулярная филогения. Ну и комбинированные деревья, конечно, тоже, она же не одна молекулярная филогения, да, вы же комбинированные тоже строили. Вот, значит, что происходит теперь, если не устали, я к концу уже где-то двигаюсь. Ничего. Значит, что происходит дальше? Мы все-таки, новую систему, вот она у нас есть, мы с ней начали жить, но, конечно, это не конец истории, потому что мы двигаемся уже к полногеномным сравнениям, и количество видов, которые оказываются у нас под рукой в наших сравнениях, оно все равно увеличивается. И хочу показать работу, она... 16-го, что ли, 12-го года, которая, ну, уже некоторые модификации, модификации этой системы, ну, вот, 16-го года, модификации этой системы мы можем увидеть. Вот, посмотрите, вот эта группировка САР. Ну, слава Богу, мы ее здесь видим, да, строминопила, альвеолята и резария. Хорошо. Значит, мы здесь из знакомого уже найдем экскават. Странное слово «обазоа», это опять про нас, к сожалению. Я сейчас объясню, почему. Амебазоа есть, архипластида, и вот тут мы видим странную вещь. Наши криптофитовые жгутиконосцы, они влезают в архипластидную компанию. Значит, наша группа, которую мы объединяли к аптофитовым и криптофитовым, она точно неправильная. И вот гаптофита у нас отдельной, отдельной веткой. Говорил про параллелизмы, да? Вот, например, такой морфотип солнечники существует. И солнечники, ну, раньше это была таксономическая группа, а потом солнечники примерно по пяти вот этим доменам расползлись. Оказалось, что они совершенно не родственные, но они солнечники. Видели солнечники когда-нибудь? Некоторые видели. Они так называются, потому что у них вот эти вот такие вот аксаподии, да, очень красивые, они вот как солнце такое. Вот здесь в этой работе, например, оказывается, что центрахелидные солнечники, солнечники, они имеют очень особенное положение. Вот дальше вот эта вот история началась. Да, у нас есть основные группы, но мы все время что-то начинаем выделять. И думаем, а может быть мы что-то пропустили, да? Может быть есть какой-то домен еще очень-очень серьезный. И подхожу я уже к совсем нашему времени. Вот перед вами работа 19-го года. Это работа Фабьена Бурки с авторами, которая тоже пытается внести нечто новое в ту классификацию, ту таксономическую структуру, да, о которой я говорил. Ну вот, вот это САР. Поскольку нашли еще два вида некоего жботеконосца, который не встраивает, молекулярно сюда тяготеет, ну вот новая организовалась, да, но все равно САР существует. Гаптиста, это знакомое, видели. Криптиста, криптофитовые, вместе дружат с архипластидами. Это мы уже тоже поняли, что они вообще-то близки. Архипластида, вот зеленые растения, да, и вот эта вот группировка криптиста. Вот здесь мы можем найти себя, Апистаконта и недалеко Амебазуа. Тут мы тоже были правы, да, потому что это две веточки, ну, в какой-то степени сближенными. А вот новости. Смотрите, такая ветка, да, которая, ну, в самый корень куда-то уходит. А вот этих жбутиконосцев, хемиум истигафоров, их на самом деле знали с 19 века. Они очень странные. Такие создания, тут не очень вам, ну, вообще, наверное, не видно, но если поближе подойти, видно, что они много жгутиков, у них такие ряды жгутиков. Что к этому времени, к 19-му году точно? У нас появилась в руках сингл-целл. Возможность, да, сиквини. Это значит, что мы теперь можем не ставить культуры, а только в культурах мы раньше могли работать с нормальными количествами ДНК. И вот мы теперь вот такие группы начали анализировать. И получается, что эти хемиум истигафоров, это тоже, что ли, один эволюционный домен? Вот таких чудес, видимо, будет много, но мы не сломаем полностью вот уже имеющуюся систему. Вот в экскаватах что-то такое новое мы увидели, да, авторы не хотят считать их единой группировкой. И в этом же году вышла статья, которая предметом моей гордости является в некотором смысле, поскольку это очередная статья Адла с 47 соавторами, 47 человек, это 47 специалистов по разным группам, это, ну, наверное, где-то 35 лабораторий мировых, самых-самых крутых, которые занимаются своими-своими группами. Почему? Гордость моя, потому что в нашей кафедре там 5 человек. И это максимальное представительство из всех организаций, которые здесь там записаны. Вот, это я куда-то уже переключился, да. Вот из этой статьи это очередной, эталонный список таксонов, которые сейчас имеются. Из этой статьи мы можем подчеркнуть следующие новости. Новость номер один. Экскавата не существует больше, поскольку жгутиконосцы, вот эти вот, которые в термитах обитают, да, трихомонады, они оказались все-таки слишком сильно отличающимися. Отдельная эволюционная ветка. Второе. И в Гленовый вместо с гетеролобозными амеблами, они отдельно эволюционные, ну, мы просто развалили экскавата на две эволюционные ветки. Вот эта группировка, здесь знакомые названия, архипластида, вот эти сар, гаптиста и криптиста, предполагается, что они имеют единый корень в этой статье. И к ним применяется название вместе, диафоретикас. Знаете, что такое диафоретикас? Сейчас скажу. Вот вторая группировка, Голозо, это мы с вами, Голомикота, это грибы. Старшее поколение помнит выступление по телевизору, помните, Ленин гриб? Курехина. Вот, я... Это был 90-какой-то год, я тогда не мог подумать, что Курехин так далеко смотрел вперед. Значит, ну, я хочу напомнить, что с самого начала было ясно, да, что грибы и метазо, это что-то вот такое достаточно близкое. Две группы, две группы жгутиконосцев, вместе с амебазо, вот это вот, называется аморфея. С утратой давления Линея и его, как бы, системы, и формирования таксономических терминов пошло, по-моему, процесс пошел в разнос. Потому что и аморфея, и диафоретикас, это греческие слова, корни. Аморфея означает, ну, мягкие и бесформенные, а диафоретикас обозначает разнообразные. Так что, коллеги, наша революция заканчивается тем, что мы выделили мягкие разнообразные. Две, два основных домена, которые в биоразнообразии существуют. Лучше названий пока нет, а поскольку вот эти названия появились уже десяток лет назад, уже из статьи, статью, все, это уже, они закрепились. Это точно требуется еще группа Майкрософт. Вот, это я пытался представить, да, что, что вот в нынешнем году, вот в этой сводке, эталоне, какие изменения произошли. Ну, и два небольших дополнения, которые хочется сделать. Понятно, что кроме сингл-селл, возможности, да, сингл-селл-секвинирования, мы получили возможность и пользуемся этой возможностью метагеномного анализа. Это любимое дело сейчас различных лабораторий и исследователей, черпануть где-нибудь и затем метагеномный анализ провести. Соответственно, информации очень много оказывается. Возможно, эта информация изменит наше представление о том, как распределяются организмы в природе. Вот, я только один пример привожу, хотя вот мои коллеги-протестологи говорят, что таких примеров сейчас довольно много. Вот посмотрите на эту группу, вот это диплоне, может быть, диконосец такой, вот эта группа диплономида, которые, примерно ее представленность вот этим вот сектором в природном биоразнообразии, да, вот она такая. Это морские, морские жгутиконосцы. Значит, когда мы анализируем, проводим метагеномный анализ, диплономиды примерно вот столько занимают. Это что значит? Что в видовом разнообразии морского планктона мы не видим огромного количества этих диплономид, а мы-то думали, что там вот эти вот, да, главные, мы можем видеть, наблюдать, а оказывается, эти диплономиды... Такая же история, скажем, с починными некоторыми микроорганизмами. Вдруг оказалось, что какая-то группа амек подавляющая, мы их не видим, когда мы делаем обычные анализы, но когда мы проводим метагеномные анализы, мы видим сплошные секвенции этих амек. Это что значит? Что они там везде, и что это и есть основа починного разнообразия? Вот эти данные еще предстоит осмыслить, их появляется много, и, соответственно, тут действительно могут быть интересные последствия вообще для нашего понимания, как устроено биоразнообразие. Ну и напоследок, чуть отступя назад, я так уже дошел до 2019 года, чуть назад, это 2016 год. Посмотрите, пожалуйста, с использованием также метагеномного анализа, но зато теперь уже не 4-5 генов, а огромных частей генома, по-моему, вот в этой работе, если менее 40% генома секвенировано, то эти секвенсы вообще не шли в работу. То есть, и здесь более тысячи организмов с длинными такими вот уже прочтениями генома. Посмотрите, как выглядит биоразнообразие вот на таком древе. Ну, прежде всего, те, кто занимается прокариотами, должны порадоваться, потому что, смотрите, насколько разнообразны бактерии. Здесь несколько и много на самом деле линий, филумов, достаточно далеко друг от друга от стоящих. Здесь видны археи. Вот они. Здесь видны археи. Несколько озадачивает, а вот и у креота. Вот здесь то, о чем мы говорили до сих пор, у креотное разнообразие. Ну, несколько озадачивает то, что мы укоренены в археях вообще-то, да, на этом древе. Ну, и еще одно. То, что только природные секвенсы замечательные нам могут давать. Обратите внимание на красные точки. Это то, что в культуре не было. То, чего мы не знаем, но секвенсы новые. Значит, вот это то, что мы еще не знаем, но, между прочим, материал здесь черпали и с глубоководией около Японии. и с каких-то соленых озер Атакамы. То есть, здесь такая солянка сборная, да, вот в этих метагеномных датах. Но, тем не менее. Значит, довольно много чего-то мы не знаем еще про вот неописанных этих бактерий. Довольно много мы еще не описали, ну, какое-то количество вот археи. Здесь есть секвенсы нам не... Архейные точно, но мы не знаем организма, к которому близят. Слава Богу, про Яокариот мы, в общем, более-менее здесь все знаем. Вот на это посмотрите. Это фила, которая представлена сплошь, только секвенсами. Мы ничего не знаем про этих организм. Это прокариоты тоже. И это тот задел, который нам нужно будет осваивать для того, чтобы вообще представить себе уже вместе эокариотное, прокариотное биоразнообразие. Ну, вот это другой взгляд. Вот это вот то, о чем я говорю. Вот это вот огромное количество таксонов, секвенсов, о которых мы ничего не знаем. Бактерии, археи, ну и вот мы скромные с вами. Вместе со всеми другими, между прочим, эокариотами, вот здесь укоренены где-то в архейном разнообразии. Я надеюсь, что я все-таки донес мысль, что у нас таки есть теперь новая система. Она сложная для понимания. Она может быть иногда ненаглядная, но она, слава богу, стала более или менее устойчивой. Но, конечно, и эта система будет еще модифицироваться в связи с тем, что у нас техника развивается сильно, да, и также будут меняться наши представления окружающим биоразнообразием. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, опять-таки, я думаю, от лица всех присутствующих, конечно, поблагодарим за блестящую лекцию, которая, наверное, очень важна и молодежи, и более умудренным ученым. И, конечно же, она сбивает вот тот некий пессимизм, который в последнее время возникает, что, ну, вот, собственно говоря, вроде уже извещается в этом направлении, чем наоборот. Мы присутствуем только перед началом действительно настоящей революции и, наверное, приближаемся к некому такому божественному замыслу. То есть это, в принципе, действительно нечто такое совершенно иное. То есть некая нелинейная уже, вот такая там 5-6-7-7-ка какая-то конструкция. Вот, я думаю, что, конечно, вопросов должно возникнуть очень много. И, пожалуйста, призываю аудиторию. Я понимаю, что ты немножко шокированный, наверное, да? Потому что как-то трудно перейти от такой системы, которая у нас у всех все-таки в голове вот как бы с младкоматери, наверное, да, уже впиталась вот к нечто такому абсолютно новому. Я подозреваю, что большинство слышали уже про все эти дела. Да, да. Полтора вопроса. Значит, первый о этике и морали. Добровольский Андрей Александрович, в связи твоему памяти, вот он был за консерваторов или за прогрессистов, по-моему? Он возглавлял прогрессистов. Я в этом не сомневался, не раз. И, собственно, вопрос про революцию, который вот, с чего мы начали. Ну, сейчас попадается в разной литературе такой термин неопер-генейская революция. Ну, я так понимаю, что революция биологии, она охватывает очень такую широкую сферу, она действительно изменение революционное. Вот вы говорили о самых основах, самых основных, безусловно. Но спектр, так сказать, более широкий, насколько термин общепринят. Вот. Неопер-генейская революция, это термин нервился. На них много, а вот это слово нервился. Вот. И насколько общепринят, и насколько вот узок круг людей, которые могут понять, о чем речь, когда мы говорим о революции биологии. Потому что обычно говорят, когда научная, техническая революция, это вот какие-то вкусноявшие сеградации, и если вот технарям потом сказать, они просто не поймут, о чем речь. Вот насколько термин общепринят, какие временные рамки революции, ну, в принципе, могут быть. Вот. И вот какое название более-менее укрепит? Вот так. Спасибо. Хотя так, сложный вопрос, он такой многоплановый. Значит, ну, если с конца начинать, ну, мне кажется, что поймут. Я объясняю это примерно так. Вот когда вашим детям в детском саду начнут говорить не зверюшки и растения, архипластинки, да? Без таком? Это значит, что в массы пошла уже информация. Значит, второй вопрос. Напомните, значит, ну, в смысле предыдущий. Насколько... Насколько общепринято? Общепринято это? Нет. Насколько вот понимание... А, понимание революционной ситуации? Да. По слову массы. Потому что, когда говорят о научной революции, то в первую очередь имеют в виду, скажем, компьютеры. А то, что вот это вот имеет отношение как раз ко всем, к нашему мировоззрению, к нашему ощущению, это вот пока еще менее, так сказать, принято. Биологи понимают, да. А массы это кто? Ну вот... Массы протестологи... А это выпускники, технические... Слушайте, я вот могу сказать, что студенты наши, которые проходят через наши курсы университетские, они это воспринимают сейчас как естество уже. Для них это не революция. Это революция, наверное, вот для нашего ума, чтобы перестроиться. Компьютеры, они там в каждом доме, да, поэтому это можно назвать революцией для всех. Ну, наверное, эти представления... Сколько системы Витакера в школе преподается? И сколько еще будет преподаваться? 60 лет, да, вот сейчас будет? Ну, можно отложить 60 лет. Наверное, в 2050 году, да, будут какие-то изменения в школьной программе тоже. Я не уверен, что на школьников надо даже сразу вываливать, вот... Сразу не надо. Да. А здесь немножко о другом, что когда говорят о революции биологии, ну, имея в виду хоть туэтоологии, это биология поведения и биологических основ. Здесь потрясения самые широкие, потому что есть еще клан гуманитария, там психологов, например, которые стоят стеной. У них свои там есть допреждения. Вот, но вот это как раз все управится именно в эволюционизм и в наследственность. Поэтому вот ваши изменения, они дойдут до всех сегментов обязательно. Вот Лиза сейчас скажет, я вот просто уверен. Вот, я сейчас тогда, может, отвечу, а потом вы скажете, ладно, еще по поводу эволюции. Вы начали с эволюции вообще. Вы наступили на такую больную мозоль, но я сегодня об эволюции как таковой не говорил. Если пригласите когда-нибудь, я могу рассказать... Я сам хотел. Через неделю. Нет, нет, коллеги. Очень позже. Мне сказали, что раз в два месяца. Значит, я сегодня говорил по системе не об эволюции, не о механизмах эволюции и неодарвинистской эволюции. Я даже, честно говоря, не очень понимаю, что это такое, потому что неодарвинизм сейчас – это, ну, некая такая стабилизированная область. И то, что творится в исследовании и думании об эволюционном учении, оно скорее вне неодарвинизма находится. Но это, повторяю, это тема отдельного разговора. Безусловно, эти темы эволюционные, они, наверное, более широко массой интересуют, чем апистаконты с экскаватами. Но я просто хочу подчеркнуть, что я сегодня не говорил про эволюцию вообще. Я дал только вот ту филогенетическую основу парадигмы, которой мы по инерции сейчас пользуемся. И мы по инерции все наши деревья называем филогенетическими, хотя на самом деле они представляют просто диаграммы сходства и различия. Но это сейчас традиция такая. Когда это рванет, я не знаю. Но накапливаются, конечно, и другие взгляды, совершенно другие, объясняющие другими механизмами ход эволюции. Вот, надеюсь, что ответил на этот раз. Да, и что-то вы хотели сказать. А девушка что-то хотела? Вы? Нет. А, да. Вы подорвали устои. Спасибо вам огромное. Такой замечательный доклад совершенно. Надо задумываться о том, что у нас как бы базово лежит. Вот поэтому мой вопрос именно такой. Скажите, а зачем нужна таксономия? Ну, смотрите, мы все должны упорядочить. У нас там несколько миллионов, наверное, несколько миллионов видов организмов, что такое вид отдельная история. Но нам нужно научиться складывать по коробочкам, по полочкам. Ну, вообще, систематика – это описание объектов, возможно, более коротким способом для удобства. Значит, это первый срез, первый слой систематики, который нам не очень нравится, потому что мы хотим обязательно в систематику вложить что-то еще большее. Это большее – это законы формирования этого разнообразия. Законы формирования сейчас базируются на том, в основном, что сказал там Дарвин в прошлом веке. Но действительно очень хочет, например, законы формирования разнообразия кристаллов. Они другие. И мы их даже лучше знаем, да? Мы их знаем. И мы можем описать, построить систему, которая соответствует определенному спектру разнообразия этих кристаллов. Может быть, такая же система и для живого должна быть? Она совершенно другая. Она будет не филогенетическая, не иерархическая. Она будет другая. Скажите, пожалуйста, в связи с проблемой непостоянства генома и в связи с проблемой, я знаю, что для бактерий не всегда можно вообще понять стабильность данного вида. Как вот эта проблема накладывается на то, что вы сейчас рассказываете? Потому что это как бы композиция моментальных снимков в каком-то смысле. Спасибо. Я минимально сейчас говорил о прокариотах, хотя сейчас уже очевидно, и вот если вы читаете замечательную книгу Кунина «Логика случая», он пытается реконструировать филогению, прокариот не получается, потому что она эритикулярная. Скорее всего, на уровне прокариот, это, конечно, в основном система обменов. Хотя он уже, ну, мы же много уже геномов имеем, прокариот, просто очень много по сравнению с другими организмами. Можно выделить более стабильные какие-то состояния и подумать, что, а может быть, это есть вот те вертикальные связки. Вот именно это делает Кунин в своей книге. Он намечает какие-то участки, да, и по ним строит вертикально. А потом вот эти вот горизонтальные расхождения. Мы должны, что мы должны в случае прокариот сделать, это просто успокоиться и сказать, что эволюция вот такая вот дивергентно-иерархическая, там не бывает, она другая. Вот, по крайней мере, на этой группе. А дальше внимательно смотрим, а что у эукариот. И с удивлением обнаружено, что там тоже есть горизонтальный перенос. Ну, возможно, не такой массовый. Вот, что больше, да, что больше оказывает влияние на эволюцию, для эукариот пока непонятно. Очень спасибо, такой праздник устроил. Скажите, пожалуйста, а вот новое дерево приблизило нас к пониманию проблем общего предка? Потому что у вас там есть, естественно, центральный элемент, как и во всем дереве. И он и раньше был, и проблемой общего предка давно занимается. Но вот новая система позволит как-то лучше понять, кем. Ну, скажем, он сотрудник гетеротрофии. Там шпутик, да шпутик. Спасибо. Ну, тут я могу сказать, должна позволить. Должна. Пока не позволила. Потому что вот вы, когда смотрели, вот я несколько деревьев здесь демонстрировал, хуже всего в корневой части. Они все не разрешены, эти деревья там. Да, мы видим вот современное вот это разнообразие. А дальше, чем глубже, тем больше штриха, а иногда он вообще пропадает. Мы очень плохо можем на основании наших данных реконструировать вот эти глубины. Но зато спекуляций огромное количество. Да, вот этот лука, который кто имел жгутик, кто не имел. Смотрите, если лука этот не имел жгута, то мы что должны сказать? Мы должны сказать, что такой же жгутик происходил в, там, не знаю, во всех практически ветвях, доменах, да, нашего, не треба уже, а, ну, вот этой вот системы. Мы можем это себе позволить сказать, что такой же жгутик будет происходить? Так это, ну, это уже просто отъявленный, отчаянный параллелизм, с которым мириться настоящий филогенетик не будет. Вот, поэтому луке, скорее всего, будет жгутик придан для того, чтобы он потом его терял. Это проще, правильно? В разных ветвях. Вот. И вот, ну, действительно много сейчас идей различных. Вот, недавно тут на кафедре выступал Алексей Валерьевич Смирнов, который участвует во всей этой работе. Он, например, нам говорил новые соображения, как они оба произошли. Он связывает это вот с этими матами, которые в протерозое еще были, бактериальными матами, которые позволили увеличиться в размерах. Ну, и таких идей довольно много, интересных. Так что, должны позволить, они наталкивают нас на мысли. Но пока нет этого, пока нет общего такого сопротивления. Главное, эволюционный вопрос. Эволюционный вопрос задать. Вот как, по вашему мнению, происхождение ЭОКО было полиполитическим или все-таки монополитическим? В соответствии, скажем, с концепцией Маргурис, Симбергенеза и прочее. Потому что вот эти конструкции красивые схемы. Скорее всего, эта схема получена методом что-то вроде кластерного анализа, по совпалению какого-то выбранного на данный момент числа признаков получились вот такие классные картинки. Но как с эволюционными связаны, не нашли понять. в том числе вот самый такой вопрос происхождения ЭОКО ЭОКОЛИТИЧЕСКИЙ. Что есть некая, ну была некая тенденция в сложной организации сложной клеточной структуры, которая приводила много-много-много раз к формированию такой ЭОКОЛИТИЧЕСКИЙ уже системы. Но это чисто мое мнение. И Малаги не согласны с этим. Спасибо. Аликангу Я получил большое эстетическое наслаждение от вашей лекции. К сожалению, не к стыду, но к сожалению, я никогда не слышал лекции по заводе без позвоночника, поскольку я инженер и благодарю. Поэтому меня во всем этом факты подавляют, но мне хочется наложить на них некоторую логику, которая не зависит уже от статистического области науки. Если мы говорим о некой общей системе всего, что есть, но живу, нет, то вот идея любящего о системе, в которой свойства каждого организма предсказываются к своему положению системе, на самом деле теперь решается элементарно. Вы просто эксортируете в любом порядке и представите каждому номеру. Потом ваш компьютер по номеру сообщает вам, кто это такой и какие все его свойства. Насколько мы их знаем. И вот чем удивительно как раз симпатично филогенетическая система тем, что она отражает один существенный неоспоримый факт. Если мы не признаем ничем многократного творения, то у всех, у кого были родители, то есть на самом деле линии просвертленные разнословные любого конкретного организма до Луки на самом деле существуют. И поэтому если какая-нибудь новая систематика не будет включать в себя теоретическое выявление, ну я не думаю, чтобы она меняла в других парнях, потому что будет исключать главнейший признак, который предъявлял все, что происходило в другом мере. И в этом смысле тогда возникает вот такой вопрос. мы рисуем вот это дерево и садились того, что у всех были, у каждого были третки. И у таксона, у каждого представителя таксона были какие-то третки. Значит, действительно некая леплящая штука. Ну вот как раз то, что мы видим у Акариот, это не просто дерево, оно еще так переписано. И вероятно на уровне Акариот логика атакая. Там тоже есть варианты, когда не просто каждый происходит всего двух ветров, то есть предполового размножения, а соседние ветры на самом ветре могут иметь такие сверху. И тогда принцип, по которому мы будем вычленять из этого отдельные группировки домен, он безусловно будет включать с одной стороны это сопротивление, а с другой стороны такое такое скрепление. Меня интересует, в следующей революции не начнет ли бить к другому морду как раз по этому поводу. В каком месте рубить этот пуст и на пачке рубить его ? Вопрос мне не начнут у вас целое выступление получилось. Нет, нет, совершенно нет, как раз хорошо взгляд со стороны, но вы столько всего наговорили и начали со Сан Саныча Любящего, которого на мой взгляд совершенно другие были взгляды. Он сказал намотетику в изменчивости и намотетику в построении системы и к филогенетической системе. Он относился сугубо отрицательно, поскольку он говорил, что конечно у нас может быть и параметрическая система и другие типы систем, и это от филогении как раз одна из мыслелюбящего, которая через все его творчество прошла, это попытка отодвинуть, отказаться от филогенетической системы. Филогенетическая система и биология это две вещи на его взгляд как раз разные были. Вот, то есть вот по поводу всяких ретикулятных надо посмотреть. Дело в том, что построение вот всех этих деревьев это по умолчанию предположение, не предположение, а уверенность, что мы знаем, как происходят переходы. Мы как бы думаем, что мы знаем, как происходит видообразование, как происходит формирование крупных таксонов и эти представления ложатся на вот эти филогенетические деревья. На самом деле я могу очень просто ответить, мы не знаем, как происходит видообразование, мы не знаем, как происходит формирование, то есть мы не знаем законов перехода. До тех пор, пока мы их не узнаем, наши условно филогенетические деревья будут просто диаграммами сходства и различия. Вот, примерно как-то так. Я не знаю, ответил. Нет, ровно просто я спрашиваю. Спасибо. Ну, единственное, что я за счет длительного округа спасибо. Система глобально высказанная лечим. Поскольку он никакого примера нигде не давал за все 50 лет своей деятельности, она решается вот теперь на компьютерном уровне или если теперь будет какая-то другая система, которая не включает революционную я во всяком случился и ее не скушил. Понятно. Спасибо. Да, вы. Огромное спасибо за чудесную мере заслужить. Спасибо. Когда я увидел, что революция такая-то диалог меня это заинтриговало. Сейчас мы успокоимся, что никаких революций нет. В заключительной части 20-20 лет, мы четко сказали, что устоявся в себе сложность людей системы, она может быть со временем пересмотрена. Поэтому спасибо, что вы продолжает изучать и вернетесь когда-нибудь к эволюции геосистемы. Спасибо. Спасибо. Да, мы за устойчивость. Спасибо большое вам. Ну, поясните, пожалуйста, я никак понять не могу, как человек мог оказаться рядом с грибами. По какому принципу? Все-таки я вот не сажусь в голову, но не понимаю я это. Все анализы, ну, не все, я не знаю, 80% анализов, которые строили исходные эти филогении, это чисто молекулярные сравнения молекулярных последовательств. Это означает, что какие-то ключевые элементы в нашей клеточной машинерии сходны с грибными обеспечиваются, вероятно, какими-то похожими ферментами, где-то как-то, да, я сейчас чисто абстрактно говорю, и это сходство, оно настолько велико, что больше, чем наше сходство с другими организмами и с других групп. Вот, ну, вот только так могу ответить. Да, здесь с морфологической точки зрения больше, чем апистоконта, и абазова теперь, да, это еще хуже, а апистоконта, это хоть задний жгутиковый, тут хоть понятно, что жгутик есть. Вот, абазова, а потом аморфея и диафоритик, это вообще, да, мы мягкие, помните? Безслойно. Безслойно. Можно? Скажите, пожалуйста, вот вы как раз сказали, что чайно-филогенез исходят из того, что мы знаем, как происходят переходы, но на самом деле мы их не знаем. Может ли помочь сейчас и в дейте наши, да, и метагеномный анализ как раз в нахождении этих точек перехода, как вы считаете, и может ли такой метод наложиться в нахождении в дейте, метагеномного анализа и ваш метод, да, параллельно наложиться на поиск, скажем так, ну, скажем, нахождение болезней новых, в новых каких-то вышестоящих людях, разветвляющихся структурах. Скажем, эволюция заболеваний, вот так. Спасибо. Значит, на вторую часть вопроса, безусловно, да, и биг-дейт, и метагеномный анализ помочь может, потому что мы теперь знаем уже много случаев, когда мы представляем себе, какая часть генома должна передаваться, чтобы организм стал патогеном, ну, например, у кишечной палочки, да, вот эти острова патогенности, не только у нее это исследовано, это целые куски генома, там достаточно много генов, которые передаются, и штамм становится патогеном. В этом смысле описание, вот, и большое количество данных будет помогать, мы будем вычленять вот это. Что касается первой части вопроса, то скорее нет, потому что даже самые, вот сейчас, я бы так сказал, крутые эксперименты, 60 тысяч поколений, те же самые кишечные палочки, 60 тысяч поколений, через каждые 5 тысяч полно геномное секвенирование, мы следим за их эволюцией, но все равно мы через 5 тысяч поколений это делаем, и мы не понимаем, что конкретно вызывают, какие конкретные изменения там у них в геноме или фенотипе. Скорее всего, все-таки понимание, как происходит видообразование или раса образования, это скорее пока без бигдейта, это где-то вот глава должна. Спасибо. То есть это на эмоциональном уровне, мы не можем сказать, что на это влияет даже уже. На эмоциональном мы найдем гипотезу, потом ее доказывать. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот эти новые подходы, они уничтожили категорию царств живой природы, да, а что с более мелкими категориями семейства, роды, виды. Вот потому что вот дискуссия бывает, иногда наталкиваешься, это вот два представителя разных видов или это подвиды, это что, уже вот имеет только исторический интерес подобного рода дискуссии. Вы говорили, что система Линея уничтожена. Спасибо. Спасибо, да. Действительно, все высшие таксономические категории уничтожены полностью, и в любых работах сейчас описательных, таксономических, да и просто там зоологических, ботанических. Вы не найдете вот этой ранжировки со знакомыми словами. Безусловно, категория вид осталась. Как бы мы сложно о ней не думали, мы без нее жить не сможем. Да, осталось, безусловно. И, соответственно, близкие виды в роды, да, род тоже звучит как категория, но не более того. А сама система да, она перестала уже... Извините, а вот эти методы не пытались применить для какого-нибудь более мелких категорий, например, кошачьих пропустить через вот эти все системы, и, может быть, тогда получится все совсем по-другому? Кошки уже не будут делиться на больших и маленьких? Нет? Ну, слушайте, нет, конечно, это все сделано было и с кошачьими тоже, и с людьми было сделано, и с, ну, с огромным количеством объектов. и мы хорошо понимаем, где вот эти различия, которые межледовые, да, и внутри, и где различия, скажем, разных видов. Это мы хорошо понимаем, и кошачьих тоже. То есть, нет, конечно, это делается и делается. Каждый специалист, он стремится применять самые хорошие методы к своим объектам. Спасибо большое за очень интересную лекцию. Вы знаете, я хочу вас спросить вот о чем? Это непосредственно не связано с вашим рассказом, но я думаю, что вы сможете без сомнения ответить на мой вопрос. Я слушала очень давно звоночную, как читал Юрий Иванович Полянский, так что, конечно, он, по-такиму, забрать, я их не рассказывал. Скажите, пожалуйста, вот те колоссальные возможности, которые дала молекулярная биология и огромные методы биоинформатики, как они, насколько они изменили наше представление уже о более узких сомнических фигнистах, таким, как, скажем, беспозвоночной в целом или позвоночной. Наверняка там тоже произошли какие-то существенные революции и не могли было так очень красно сказать, что, конечно, можно очень долго отвечать. Существуют ли на сегодняшний день аналиты, афроходы? Можем ли мы делить позвоночных на рыб, амфибии, птили и так далее? Потому что нам очень важно работать. Во всем засомневались. мы уже сильно отстали и вообще все по-другому. Спасибо большое. Конечно, конечно, система многоклеточных, потому что сейчас говорить, что такое животные, вы понимаете, понятие животные, оно съежилось до многоклеточных животных. Ну, протисты это уже все, вот они вышли из этого. Значит, мы говорим о многоклеточных, правильно? Конечно, система многоклеточных очень сильно изменилась, но тем не менее знакомые нам группы остались. Анелиды и, конечно, членистоногие тоже. Мы говорим, кто туда входит, а кто, там же много мелких групп, которые мы не знаем, входят или не входят, но в целом артропода сенсулята сейчас существует такая группа. Другое дело, что даже макро, я помню, что Владимир Васильевич Малахов, который в Москве на кафедре зала Гибзова, он тоже любит формулировать свои выступления, начиная со словом революция. Но он говорит о революции в понимании именно разнообразия многоклеточных. Вот он такие тоже делает. Но прежде всего единый ствол революции многоклеточных сейчас видится разбитым как минимум на три ствола. Это экдизозо, линяющий животные. И может вы удивитесь, но наши любимые чемнистоногие они с нематодами вместе в этой самой группе. С нематодами линяющие. И другие группы, которые очень сильно изменят. Естественно происходят изменения и в понимании каких-то конкретных групп. Например, губки всегда были губками. Начинаем проводить молекулярные исследования видим, что это четыре разные группы. Причем на первых парах было понятно, что вообще-то ранга типа. Четыре типа губок. Ну да, они там где-то связаны в глубине, но сейчас не знаю, отошли от этих взглядов или нет по поводу губок, но это вполне отчетно. И слушайте, понятие плоские черви не существует, это уровень организации, это абсолютно неродственная группа. Понятие круглые черви не существует, типы-то остались те же, да, и даже новые еще прибавились. Но вот понимание макргрупп, оно, конечно, изменилось, и эволюции тоже, но это отдельная история. Вот позвоночными все хорошо. Значит, вот, спасибо за лекцию, но вы в самом начале начинали с сигнальной системы У, по-моему, Поприот, и сказали, что она вполне развитая. Но вот раз уж мы по итогу новой такой классификации оказались близко к грибам, что остается такой науке, как нейрофизиология? Спасибо. Я, честно говоря, не помню, чтобы я говорил о сигнальной системе. Нет. А, это вы сгибаем. У меня тоже уже что-то все перемешалось. Значит, еще раз, что остается науке нейрофизиологии? Нейрофизиологии. Ну, а почему отличное большое поле? А почему нет? Что же с мозгом? С мозгом у грибов? Это Курехина, что ли? Нет. Насколько сгибаем, а не конкретно дабилит срочно? Я думаю, что там, где применимо это понятие, то и поле развития этой науки очень и очень даже широкое. Ну, на мой взгляд, мне там самое интересное, как там человек, который на разнообразие смотрит. Мне для меня наиболее интересны параллельные формирования более сложных систем мозгообразных в разных линиях, причем эти параллелизмы проявляются не только в далеких, в генетически далеких линиях, но даже в очень близких. Они начинаются с диффузной нервной системы и строят вот это вот все буквально на глазах у нас. Вот этот параллелизм опять закладывает у меня такую мысль, что вообще-то имеются вполне определенные пути эволюционного формирования нашего разнообразия. Не совсем на ваш вопрос ответил, но... Спасибо большое за доклад. Вот, несмотря на все эти революционности в зоологии, насколько мне известно, очень многие... Она вообще примечательна тем, что таким вот сочетанием идей новых и довольно старых, тянущихся еще из веков исторических, о чем вы говорили, венеевская классификация умерла. А принципы типологической классификации до сих пор используются, насколько я знаю? И замены я думаю не будет еще... Конечно, конечно, используются. Слушайте, вы имеете в виду вот уровень видовой? Ну, и выше тоже. И выше тоже. Но как бы понятно, что чем выше, тем как бы это используется меньше и довольно быстро прекращает использоваться вообще. Но при описании любой группы, собственно, этого никто не отменял пока что. Конечно, и когда мы анализируем последовательности миллионов парнуклеотидов, это тоже типологическое описание. Защищаются диссертации, например, по поводу формы третичной структуры РНК-молекулы. И это тоже привязано к определенному организму. Это тоже типологическое описание. То есть понятие типологического описания, вы, наверное, что-то другое имели в виду. Типология как... Это вот эти типовые виды, типовые роды, описание трансоноболета. Ну, в этом смысле, конечно, это все нужно. И, как вы знаете, сейчас все говорят, мы придерживаемся биологической концепции вида. Да? Ну, все же придерживаются биологической, правда, концепции вида. Но никто не хочет вспомнить, что половина существ, они агамны, и вообще-то ни с кем они скрещиваться не хотят. Ну, все равно у нас... А здесь типология в частую выходит, на первый план. Да, просто к тому, что, к сожалению, ну, к сожалению, к счастью, но такие вещи как раз в зоологии очень часто в систематике многие вещи тянутся еще и... Тянутся, тянутся, и будут тянуться, потому что биологическую концепцию, скрещиваемость проверять в практической жизни невозможно. Мы типологи все равно, когда в своей практической работе. безусловно. Что тут делать? Вы рисуете деревья, в подходе всей презентации вы изображены деревья, но при этом постоянно с оговоркой, что это может явиться, я так понимаю, косвенное отношение поскольку мы описываем признаки генетические, которые, ну, геногенетические, существуют и попытки построить, например, деревья признаков. Как эти признаки, если они где-то перемещались в горизонтальных, тогда, и отделить это дерево от генетического? Вот насколько это вообще реальная затея и предпринимаются ли такие попытки? Это затея... Спасибо. Это затея очень сложная и неблагодарная. Значит, я когда говорил про то, что, вот как я воспринимаю филогенетическое дерево как сходство, да, различное, это мое личное впечатление. 99,9% исследователей верят, когда строят филогенетическое дерево, что они действительно исследуют историю формирования там таксона какого-то. Это так. И если вам не очень нравится думать на эту тему, лучше принять эту точку зрения и так и считать. Теперь относительно признаков это еще сложнее. С этим пытались жить и пытались разрабатывать разные системы, в частности параметрические системы. И это не традиция, потому что не так много работ на эту тему есть, но все-таки такие работы есть, различные классификации основаны на параметрических системах признаков. И даже более высокое осмысление изменчивости как таковой, вот в работах например Сергея Викторовича Мейна, где полиморфные ряды, а это изменение признаков, они выходят за пределы вида, за пределы рода и становятся некой сущностью отдельной. И аналогичные ряды признаков с точки зрения Мейна, но он и приводит соответствующие примеры, могут воспроизводиться совершенно неродственными, то есть неродственными группами организмов. Изменчивость она существует вне вот этих конкретных организмов, вот она задана природой, вот она такая, да, это одна из точек зрения, думать интересно в этом направлении, трудно, но трудно. Вот, если вам интересно, то да. можно увидеть две можно получать два направления для силугинии признаков. Одни признаки будут формироваться потому, что у них есть предрасположенность в таком направлении, а другие признаки пристекают с того, что переносятся непосредственно генами горизонтально. Для генами под признаком данного случая можно понимать как геморфологические образования, так и последовательные. Я про последовательность говорю. Про последовательность чего? А, муклеотидов. Если мы видим, что этот кусок делка дают весь делок, то можно ли проследить его судьбу? Ну, конечно, можно проследить его судьбу у ближайших предков. Мы видим, можем что-то отсеквенировать, увидеть последовательность и увидеть, что он передался от предков. Мы можем увидеть какие-то вставки и понять, что эта вставка пришла откуда-то сбоку. это будет уже горизонтальный. Так вертикальный перенос, да, так будет горизонтальный перенос, правильно? Это мы определять можем. Ну, например, у многоклеточных животных, у которых горизонтальный перенос существенен в жизни, например, такая группа колавратов есть, билоидные, у них много генов перенесено, там мы можем локализовать эти гены в их геноме. Вот этот от гриба, вот это от растения, да, а этот от бактерий. Это делается. Вот. В чем противоречие нет? Как это учитывается в общем дерево? Нет ли построить полейное дерево отдельно в ненависти от организа? Мы вот говорили немножечко об этом, когда мы имеем ввиду прокариот, то там эта проблема глобальна. И там вертикальное дерево построить сложнее, чем систему передачи этих генов. Сложно, там дерево не построишь, там вот обычное дерево не построишь. Нужно говорить о функциональных группах, консервативных функциональных группах, группах, которые не передаются там, участки генома, которые по каким-то причинам не передаются, по ним там делают. Что касается многоклеточных, эту проблему переноса мы еще не понимаем полностью. Скорее всего, она не так велика, как среди прокариотов. Но она существует тоже. И вряд ли она искажает, сильно исказит вот эти деревья, которые строят здесь. Ну, а саму эволюцию, как вы знаете, микроэволюционные явления оценивают по нейтральным и функционально нагруженным генам. Очень большую роль играют в изучении филогении, филогеографии нейтральные гены, которые как раз нам молекулярные числа задают и позволяют рассчитать даже условно время изменения этих молекуляров. Но это немножко о другом, или вы об этом тоже говорите? Олег Ильич, огромное спасибо вам за лекцию. Вы сами сказали о том, что могли бы прочитать еще одну замечательную, не менее потрясающую лекцию по евро. Поэтому вас естественно приглашаем и надеемся, что вы не откажете. Я напросил с чем это. Вы истинное удовольствие сказали, что это был настоящий праздник. Спасибо вам. Спасибо. Наше заседание является закрытым. Спасибо.